Для короткого визита в Гранаду следует тщательно организовать свое время, чтобы не торопясь ознакомиться со многими ее достопримечательностями. При желании насладиться этим замечательным городом, не нужно сомневаться по поводу посещения отправной точки Альгамбра. Каждый год более двух миллионов туристов со всего мира приезжают в Испанию, чтобы посетить этот памятник. Монументальный комплекс Альгамбры неописуемой красоты. Он был резиденцией султанов Насрида между XIII и XV веками. Это необычайно интересный комплекс дворцов, окруженных садами. Здесь есть и крепость, окруженная высокими стенами. Это все располагается в самом городе Гранада. Сады Хенералифи, его дворцы и королевские апартаменты демонстрируют великолепие, достигнутые Гранадой во времена династии Насридов. Пять лучших ресторанов Фламенко в Мадриде очень важно провести день посещения Альгамбры без спешки, чтобы рассмотреть ее детали, прекрасные виды на смотровых площадках. Услышать звук воды и прогуляться по окружающему ландшафту. Если есть возможность выделить больше времени на осмотр Альгамбры и Хенералифи, то можно осмотреть также кафедральный собор и королевскую часовню. Прогуливаясь по историческому центру города можно увидеть также другие памятники и символические места Гранады. Можно прогуляться по улицам старого квартала Альбайсин, пройти через плаза Нуэва и несравненную карьера Дель Дарро. В более позднее время и ночью можно выпить пиво с тапой или посмотреть шоу Фламенко в Сокромоте. Родина великих конкистадоров Если монументальный комплекс Альгамбры представляет собой великолепие Гранады в эпоху Назари, то королевская часовня и кафедральный собор представляли огромную важность для монархов. Королевская часовня была построена по их желанию. Начато его строительство было в 1504 году. Они выбрали его в качестве места своего захоронения, и королева лично отметила это в своем завещании. Ее внук, император Карл V, закончил его строительство, а также сделал его династическим пантеоном королевской семьи. Королевская часовня является одним из последних готических храмов, которые были построены в Испании. Малага родина трех самых известных художников Ха-Ха века первым храмом Испанского Ренессанса считается Гранадский собор. В этом монументальном комплексе можно рассмотреть переход от готики к ренессансному стилю, от католических монархов к императору Карлу V, этот собор начал строиться как готический храм и в конечном итоге стал шедевром Испанского Ренессанса. Храм эпохи Возрождения, построенный в готическом стиле, считается уникальным объектом в мировой культуре. Первый камень собора Гранады был заложен в 1520 году, но он был закончен в 1704 году, 181 год спустя. Его величие и важность заключаются не только в художественном богатстве, но и в его историческом и религиозном значении, которое католические монархи хотели предоставить ему, выбрав королевскую часовню в качестве места захоронения. Большое количество лестниц и переулков Гранады может сбить с толку. Но при этом есть особое очарование. Если есть возможность, останьтесь в этом городе на несколько дней. Это даст возможность не торопясь осмотреть достопримечательности этого старинного места.